Приветствую, дорогие друзья, на связи Андрей Елисеев, и сегодня мы с тайным гостем, сегодня у нас на встрече тайный гость, где гость будет, поговорим о нашем сообществе и о нашей кассе взаимопомощи, и о том, как она меняет судьбу людей, и насколько оно может изменить и вашу судьбу. И как хорошо, что 7 лет назад, практически еще в декабре у меня будет 7 лет, 7-летие, будем здесь праздновать в чате, кстати, буду подарки раздавать, поэтому все, кто в этом чате будет следить за, будет в информационном поле и следить за событиями, тот, как говорится, успеет брать, да, а самое главное в жизни успевать, потому что успех от слова успевать, да. Вот, поэтому, друзья, хочу сейчас представить вам тайного гостя, это потрясающий, уникальный человек, у которого немножко переплетается деятельность с моей прошлой деятельностью, а я где-то, получается, около 8 лет был в найме, в топовых должностях, в бизнесе в основном, да, на государственной должности я отработал всего лишь 6 месяцев, меня не хватило, я ушел в бизнес, и там я, в принципе, развился. Дальше я 10 лет занимался со своими разными бизнесами в разных книжках, да, и до того момента, пока ко мне не пришел знакомый и сказал, слушай, что тема ей интересная есть, и я погрузился в эту тему, и вот до сих пор я здесь. Это сообщество, это наше сообщество с прекрасными возможностями, которое идет в ногу со временем, друзья мои, ведь сейчас информационный век, и уже 24 года идет информационный век, и тот, кто идет в ногу со временем, у тех все очень хорошо. Как важно не отставать и даже чуть-чуть немножко опережать время для того, чтобы у вас появлялись потрясающие возможности. А это, как говорится, будут иметь только люди, которые немножко вдумчивые, которые немножко глубже пытаются понять жизнь, не тупо как биороботом. Хожу на работу, ем, сплю, хожу, ем. Для чего ты живешь? Охрен его знает. Хожу, ем, пятница, бухнул, отоспался в субботу, воскресенье, там что-то глаза протер, уже понедельник. Вот это называется жизнь во сне, да? То есть я не привык жить такой жизнью. Если моя жизнь не наполнена смыслом, тогда мне становится очень скучно от этого. Поэтому для меня важна всегда большая идея, для меня важно всегда большое видение этого мира. И, конечно же, что эта большая идея помогает другим людям. Вот эти вот вещи и оставили меня в сообществе для того, чтобы еще больше вам рассказывать об этом. Ну так давайте вернемся к нашему тайному гостю, который тоже у нас практически к нам в сообществе пришел из бизнеса. Сейчас он расскажет там за несколько минут свою прекрасную историю. Так, Роман, ты сейчас здесь, подключай камеру. Будем тебя все наблюдать. И поехали расскажем немножко людям о твоей интересной истории. Вот, отлично. Привет, Андрей. Приветствую, Роман Мазлова. Да, все, шикарно. Мне кажется, приветствуем Романа Мазлова. Вы уже видели Романа по неоднократным небольшим роликам. Роман уже завел свой YouTube, и он-то стал набирать обороты. Много Роман сделал даже инструкций, за что Роману большое спасибо. Вот, поэтому сегодня Роман впервые вышел у нас в такой живой эфир. Да, мы сегодня проведем небольшую презентацию. Молодец, Роман, что не спасавал. Сказал, да, конечно, мы выйдем в эфир. Я очень рад. Смелость покоряет моря. То есть вот этот момент, он очень важен. Поэтому давай, Роман, две-три минуточки расскажи про свою историю, расскажи, как ты вообще встретился с сообществом, что тебя вообще здесь задержало, заинтересовало. Ну, еще раз, здравствуйте, друзья. Меня зовут Роман Мазлов. Действительно, кто-то меня может уже знать по коротким видеоинструкциям, по записям из YouTube. Некоторыми участниками я уже знаком вживую. Мне 37 лет, у меня высшее образование. И последние 7 лет я работаю с друзьями, являюсь торговым представителем. Мы продаем хострой материалы. У меня очень много клиентов, скажем так, даже не клиентов, а друзей, которыми мы ведем этот бизнес. И за это время, как бы так, сколько я работаю, последние года 3-4 у меня в голове уже крутилась идея, как бы сделать так, чтобы получать пассивный доход, чтобы вообще выйти на пассивный доход. Но из идей, которые мне подкинул мой товарищ и друг, первое было инвестирование в акции. Акции, облигации, фонды. Он мне показал, как это все делал. Я подключился на некоторых YouTube-блогеров, посмотрел. Ребята все четко рассказывают, думаю, ну, почему бы и не попробовать. Я вложил денег, это было в начале, в конце 21-го года. Вот. И, как известно, в начале 22-го года началось у нас СВО. Все, большинство акций рухнули в цене. Те, которые не рухнули, их вообще заблокировали, иностранные. И я оказался, скажем так, на том уровне, что потерял, наверное, ну, почти все, что я там инвестировал. Немного разочаровался. Откинул, скажем так, идею пассивного дохода в долгий ящик. И продолжил работать на своей основной работе. И буквально 10 месяцев назад, придя к одному из своих клиентов, она мне рассказала о том, что узнала такую-то интересную тему, что-то там в интернете, на какую-то там кнопочку нажимаешь, деньги получаешь. Я немного удивился. Ну, причем она мне еще рассказала так, что, Рома, я там собираюсь вложить денег, вот, мне потом на все хватит, и с тобой рассчитаться, там, и аренду, и то-то, и пятое-десятое. Я, конечно, сильно, скажем так, удивился этому всему. Ну, она мне дала информацию. Посмотри, разберись, ты типа парень не глупый. Ну, я действительно взял, начал разбираться. И первое, что я решил сделать, это посмотреть отзывы в интернете. Да. Я, конечно же, нашел кучу негатива о том, кто там сколько терял, что это там лохотроны, пирамиды, прочее, все, что можно было найти негативное, я, наверное, нашел. Но я подключился к телеграм-каналу «Поток кэш». Кстати, и вам тоже рекомендую, если вы еще к этому каналу не подключены. Там все время выставляют, чуть ли не каждый день, новых участников, которые становятся лидерами. Я еще тогда не знал, кто такие лидеры, но, грубо говоря, каждый день мне на телефон приходит сообщение, что вот такой-то человек из такого-то города, и причем эта география вообще обширная была, можно сказать, по всей России. И я так смотрю, думаю, странно. Такой-то странный проект, о нем так хаят в интернете. А люди каждый день становятся лидерами. Думаю, кто такие лидеры. Зашел в кабинет личный, он же у меня был уже, почитал об этом. Думаю, о, как интересно. И пока что я, наверное, так оставил эту идею. Но каждую неделю, приходя к своей клиентке, она мне все продолжала рассказывать, показывать, что вот, смотри, я там пополнила поток, сделала это, сделала то. Но квалификации, скажем так, у нее немножко не хватало, чтобы ответить на все мои вопросы. И в один прекрасный момент я решил, думаю, ну, надо все-таки попробовать. И так как я не смог ничего сделать, я решил написать Андрею Елисееву. И это было, наверное, самое правильное действие, которое я сделал. После этого, скорее всего, по-моему, каждый день Андрей отвечал на кучу моих вопросов. Их было действительно много. А что, а почему, а как, а зачем, а что? Ну, это, скажем так, мои вопросы дали мне некий профессионализм такой, уверенность в том, что это действительно проект, который создан на долгие года и создан для людей. И на данный момент у меня уже в растущем потоке больше трех миллионов рублей. Я с него получаю доход ежемесячно больше, чем я сейчас получаю на своей основной работе. И со временем, думаю, уйти из найма и заняться активной деятельностью вместе с нашим фондом, рассказывать о нем, стать лидером и двигаться за руку вместе с сообществом. Это вот, скажем так, кратенькая история обо мне. Шикарно, шикарно, Роман. Очень интересно. И еще один момент. А вот почему ты, вот мне вот момент, да, вот ты бы прочитал негативные какие-то отзывы, да? Вот, вот, вот и все, как бы, да? Вот, ты бы проглотил этот негатив, вот что тебя заставило все-таки начать тестить идти? Наверное, все-таки вот эти навыки, бизнес-навыки, да, определенные. Надо все-таки проверить. Да? Как это? Да, тут ты абсолютно прав, потому что, зная интернет, что там 10% всего лишь истины, а все остальное – это негатив, зависть и прочее остальное, я решил все-таки свой опыт наработать, причем, ну, начальный старт, скажем так, там, 3 тысячи рублей, чтобы все проверить – это не такие существенные деньги, которые, там, за них можно переживать. Ну, потеряю-потеряю, я так подумал. И, открыв свой личный кабинет, создав свой первый, скажем так, быстрый поток, попав в свое командное обучение, вот, я уже начал больше вникать, больше осознавать все, и у меня появился свой личный опыт. И, конечно же, я потом начал своим клиентам транслировать, конечно, не всем, да и на работе особо нет времени про это рассказывать, там, свои, грубо говоря, проблемы. Но я столкнулся с тем, что люди не понимают, о чем я говорю. И даже не то, что это, там, пирамида или еще что-то, что, там, нельзя заработать денег. Я столкнулся с тем, что люди не готовы принять то, что помимо того, что нужно ходить на работу, есть еще альтернативные варианты заработка денег. Это о чем говорит? О том, что у большинства людей шоры, вот так вот, да? Вот шоры, лошади, специально шоры делали, чтобы она не боялась там волков где-то, чтобы она вперед летела, как дура. Вот так же шоры у многих людей, я называю это еще туннельным мышлением, либо коридорным мышлением, да? То есть это бежать надо лошади, пока не сдохнешь. Это так это устроено, да? Нас учили в школе только так и никак по-другому, только так пятерка, по-другому, двойка. Вот туннельное мышление нам вырабатывали в школе. То есть не образное мышление, да? То есть истину увидеть с разных моментов, а безобразное, либо квадратное, я его называю, либо безобразное, да? В квадрате нету никакого образа, это просто квадрат, либо треугольник, да? Вот, это безобразная машина, не безобразная, как говорили наши предки. Вот, поэтому на данный момент, друзья мои, нет ничего ценнее вашего личного опыта. В век информационной технологии, в век искусственного интеллекта читать отзывы какие-то, это самое неблагодарное дело. Знаете почему? Потому что есть умные люди под названием черные блогеры, которые знают, как ваша психология, как устроена, и как на этом можно деньги зарабатывать. И поэтому эти люди создали специальные сайты, их много всяких разных, где и собрали все дерьмо, чтобы люди это дерьмо гуглили, а что гуглите, то и получите. Если прогуглите, вот попробуйте сегодня, кофе вред кофе, и у вас будет куча статей, что кофе вредно, потом полезность кофе, и у вас будет куча информации, что как кофе полезно. Понимаете, что ищете, то и найдете. Понимаете, ищете дерьмо, найдете дерьмо, ищете свет, найдете свет. Поэтому в любом человеке есть и темная, и светлая сторона, в любом, абсолютно. И во мне тоже, представляете, кто бы меня там ни на пьедестал не возводил, во мне есть тёмная сторона, я жёсткий. Поэтому те, кто в командном обучении, немножко мою жесть чувствуют. Но, как говорится, это во благо, как говорится. Я стараюсь жестить во благо, чтобы люди включались. Это только для того, чтобы человек включился, точку внимания свою включил и пошёл дальше. Поэтому благодарю Романа, что он применил свой бизнес-опыт и понял, что что бы кто бы ни говорил, где бы, что бы шум никакой бы не был, надо идти проверять самостоятельно, разобраться. Надо наработать свой личный опыт. А это самое ценное в нашей жизни, для чего вы все родились, и я в том числе, это наработать наш жизненный опыт. И чем больше он будет ярким, весёлым, разношерстным, тем больше ваша жизнь, вы в конце жизни скажете, «Вау, я прожил великолепную, крутейшую жизнь». Это стоило, я бы ещё раз прожил бы эту прекрасную жизнь. Именно поэтому есть фраза «Познавай мир, мы познаём себя». Надо познавать мир, надо ездить по странам, надо ездить в путешествия. Поэтому хорошо, что мне так получилось, моя судьба так сложилась, что даже ещё до знакомства с сообществом я объехал 15 стран мира. Это расширило мой кругозор, вот эти шоры мои потихонечку. У меня же тоже были шоры. Думаете, в 20 лет я был такой вот такой? Нет, не был. У меня были тоже шоры. Потом потихонечку я учился, шоры расширялись. Я охреневал, как этот мир устроен. И до сих пор мы даже ещё не знаем, как он по-настоящему устроен. Поэтому потихонечку надо это всё дело изучать. Это очень интересно. Так, мы сегодня с Романом проведём для вас обзор наших потоков. Расскажем, давай сейчас про планы расскажу, да? Мы расскажем сейчас про потоки, как они работают вкратце. Дальше остальное вы сможете в кабинете прочитать. Дальше мы расскажем про финансовую инфраструктуру, что в сообществе есть и что она создала за эти 11,5 лет. Дальше мы ответим на часто задаваемые вопросы. Это откуда деньги, пирамида не пирамида, лохотрон не лохотрон, приглашать не приглашать. То есть как минимум. А дальше уже пятым пунктом мы, конечно же, ответим на любые ваши вопросы. Поэтому если что-то у вас остаётся, берём карандаш, ручку и записываем этот вопрос, чтобы он не вылетел из вашей головы. Ну а мы в своей презентации постараемся исключить все ваши вопросы. И если мы на него не ответим, то с удовольствием включим вам микрофон, и вы зададите свой вопрос, а мы на него ответим. Поэтому поехали, Роман. Какой твой первый поток, о котором ты хочешь рассказать? Давай расскажем о стартовом потоке. Стартовый поток, великолепный поток. Да. И стартовый поток, он разработан в большей степени для новичков. И призван обеспечить им лёгкий и быстрый, максимально выгодный старт. На практике обучая всем нюансам работы системы поток кэша. Стартовый поток может быть создан на произвольную сумму, но минимум от 5000 рублей. Потоки любого номинала работают на общем принципе. Это потоки с обязательным пополнением на фиктированную сумму дважды в месяц. Доходность потока за 20 периодов или 10 месяцев реализуется за счёт подтяжки нашей криптовалюты Якарин, о которой мы расскажем позже. И подтягиваем мы эту валюту по льготному курсу существенно выше рыночного. В зависимости от номинала стартового потока Якарин принимается по разному курсу. И чем больше номинал потока, тем более выгодный курс. Расскажу немножко о своём стартовом потоке. У меня их три на данный момент. Первый на 5000, и он уже почти закончил свою работу. Второй на 10 000. И третий, я вот буквально недавно, поскольку сейчас классные акции, запустил на 35 000 рублей. И каждый поток работает, я уже сказал, 20 периодов, это 10 месяцев. И запустив поток, допустим, на 10 000, вы обязуетесь каждый период пополнять его на 10 000 рублей. Но с него вы получаете выплату, которая каждый период увеличивается. И на 6-й период выплата становится больше, чем номинал потока. На 10-й период уже значительно больше. А ближе к 18-му, 19-му, 20-му периоду тут вы получаете просто, ну скажем так, очень хорошие выплаты. Когда вы с ним познакомитесь, вы поймёте, о чём я говорю. И у нашего стартового потока есть, скажем так, брат. Это ускоренный стартовый поток. Он более быстрый и ещё более выгодный. Главной особенностью ускоренного стартового потока является то, что вы одномоментно вносите сумму его номинала в 4-х кратном размере. И уже с первой выплаты получаете больше, чем сам номинал потока. То есть вас автоматически переносит на 6-й период выплаты, если сравнивать с обычным стартовым потоком. В дальнейшем вы его также пополняете, как и обычный стартовый поток. Если вы хотели, например, создать поток на 10, ускоренный стартовый поток на 10 тысяч, то вам одномоментно нужно будет внести 40 тысяч рублей, подтянуть хикаринси, а дальше вы уже получаете с него выплату больше, чем 10 тысяч, и пополняете его также на эту сумму. И у него еще, у стартового потока, появился еще один брак. Он появился буквально на этой неделе, и называется он премиум стартовый поток. Этот вариант потока отличается увеличенной процентной подтяжкой и хикаринси. То есть он работает так же, как и стартовый поток, но за счет того, что мы вносим в него больше хикаринсов, мы получаем с него больше доходов. Вот такая вот интересная программа. Но стартовый поток, тут нужно быть очень внимательным и дисциплинированным. Вы должны его пополнять каждые две недели и не пропускать это. Если не пополнить этот стартовый поток, он остановится. И возобновит работу только после того, как вы его пополните. Пополните через день, грубо говоря, не на 20-й период, а на 21-й. То, соответственно, увеличится на один день. То есть стартовый поток вообще учит дисциплине. И он учит правильные стратегии вообще инвестирования во всех наших потоках. То есть она такова – положил, забрал, положил, забрал. То есть не так, что положил и ждешь, например. Или не положил, или вообще не положил. Или не положил, и что-то хочешь забрать. Если ты ничего не положил, то ты ничего и не заберешь. Если, например, в холодильнике твоем не лежит банан или виноград, то от ты в холодильник, ты не увидишь там ни банан, ни винограда. То есть это работает везде, этот принцип. Не посадил дерево, не пожал непосредственно урожай. Да, или как недавно мы сравнивали, ну, не недавно, а вообще сравнивали стартовый поток с посадкой картофеля, например. Да? Его, по-моему, сравнивали. Да, да. То есть чтобы получить сначала что-то, картошку, мы ее сначала должны посадить. Вот так и тут. Отдать, представляете? Картошку не съесть надо, а отдать. Представляете, да? То есть как вот в этот момент человек же, ведь он отдает, а он не знает, будет или... Вот вы знаете, картошка вот отдаст вам урожай. Уродится или не уродится. Да, вот вы ничего не знаете. Так же, как в этой жизни. Это нормально, понимаете? Вот, но отдать вам надо, иначе вы точно с голоду сдохнете, понимаете? И если чисто на картошке жить, я имею в виду, в обычной жизни, вот тупо семья живет на картошке, и если жизнь зависит от картошки, как это было в голодные военные годы и так далее, то вы не знаете. Все, что надо, это посадил и молись, как говорится. И матушка природа уже работает. И вы отдаете эту картошку в систему перераспределения микроэлементов в матушку природу. Бах ее, да? Но вам надо что? К ней постоянно возвращаться. Надо ее прополоть. Надо ее окучить. Иначе она точно не уродится. А потом надо ее еще собрать. Потом надо сохранить, и она еще всю зиму вас будет кормить. Вот так это работает. И стартовые потоки, вот чем интересен стартовый поток? Вы же, когда картошку садите, вы не один куст садите, вы садите тысячу кустов. Также, если вы запустите тысячу стартовых потоков, то вас будет просто закидывать деньгами. Стартовые потоки любят марафоны. Стартовые потоки любят много-много-много потоков на как можно максимально большие номиналы. Ну ладно, это уже дальше мы рассказываем. На командном обучении для презентации. Да, по ним есть свои стратегии, но о них действительно на командном обучении. Следующий поток. А что я хочу рассказать о растущем потоке? Сразу? Это вообще, ну почему бы и нет? Хорошо, давай. Это вообще любимчик, наверное, всех участников, растущий поток. Да и мой, в принципе, тоже. Этот поток дает абсолютную, в принципе, свободу действий. В нем нет никаких обязательств. Сейчас я вам расскажу. Значит, стартовый поток – это программа, прибыльность которой возрастает со временем. Сделанный взнос можно значительно увеличить за счет подтяжки криптовалюты и каренсы. Причем по курсу, который многократно превышает рыночный. Первый день на внесенную сумму начисляется 0,3%. И в дальнейшем, ежедневно нажимая на кнопочку «Начислить», процент выплаты увеличивается на 0,01%. Также растущий поток можно бесконечно увеличивать за счет добавления новых средств. Это, можно сказать, бесконечный поток. Запустив его один раз, с него можно получать прибыль, наверное, до конца своей жизни, я бы так сказал. При разумном соотношении и снятии премии и инвестирования растущий поток обеспечит постоянный рост вашего благосостояния. И здесь есть небольшие нюансы. Растущий поток можно запустить от 1000 рублей. И увеличение произойдет этой 1000 на 50%. Это, конечно, можно, но крайне невыгодно. Также, если уже растущий поток запустить, оп, извиняюсь. Вот у меня система своя. Вот это мощь растущего потока. Представляете, насколько растущий поток? Камеры классные. Мне пришлось зафиктировать телефон на двусторонний скотч. Но я обязательно ее куплю. Далее. Если мы пополняем растущий поток на 10 тысяч, то увеличение происходит уже на 100%. И в потоке мы получаем 20 тысяч. Если мы уже растущий поток запускаем на 100 тысяч, то прибавка составляет 150%. И в потоке у нас будет 250 тысяч. И самая вишенка на торте, как я бы сказал, это пополнить растущий поток от 1 миллиона. Что ты и сделал, да? Что я и сделал, да. Послушав и разобравшись в этом потоке. Увеличение происходит на 200%. И в потоке ты получаешь уже 3 миллиона. Конечно же, после подтяжки криптовалюты ехать. Про это не нужно забывать. И это нужно учитывать. Еще раз проверю. Оп, все сидит четенько. Да, поэтому растущий поток – это тот поток, из которого наши участники покупают себе машины, квартиры, да и просто берут деньги на жизнь. Как и я планирую дальше жить за счет этого растущего потока. Ну и не только, конечно, его. Дальше давайте, наверное, я расскажу вам про быстрые потоки. Быстрые потоки – это те потоки, которые для тех людей, которые ориентированы на быстрый результат. Быстрый поток работает 30 дней. Он запускается на фиксированную сумму, то есть на 3 тысячи, 15, 20 и так далее. В личном кабинете вы можете увидеть, на какие суммы можно запустить быстрый поток. И при ежедневном нажатии на кнопочку «Начислить» вы получаете одну, скажем так, 30-ю часть вашего потока вместе с прибылью. И на 30-й день нажатия вы получите всю сумму вместе с вашей прибылью, вашу копилочку. Очень быстрый поток на самом деле удобен для меня в первую очередь тем, что получая, скажем так, свою зарплату, я ее размещаю на быстрых потоках. И, оп, телефончик, балуется. И уже пользуюсь теми деньгами, которые мне выплачиваются с быстрого потока. То есть свои деньги я увеличиваю и пользуюсь ими. Здорово? Да, конечно, здорово. Следующий у нас есть поток – это супербыстрый поток. Это финансовая программа, которая еще быстрее работает и позволяет получить прибыль уже на 15-й день. Быстрые потоки, супербыстрые потоки, так же, как и быстрые потоки, запускаются на фиктированную сумму. То есть 5, 10, 25, 45 тысяч и нажимая 15 дней на кнопочку «Начислить», через 15 дней мы получаем всю сумму целиком вместе с прибылью в свою копилочку. И уже тогда можем вывести ее. Еще забыл один момент сказать по быстрым потокам. То есть быстрый поток, я говорил, что 30-ю часть вы получаете в копилку, и вы ее уже сразу в этот же день можете вывести себе на кошелек и пользоваться ей. Это тоже очень удобно. Еще у нас есть один такой, скажем так, накопительный поток. Давай про быстрый чуть-чуть немножко дополним. Давай. Почему-то изображение сейчас пишут в чате у тебя. Во-во, наверное, фокусировку он не поймал или что. Сейчас что-то опять плохо. Можешь выйти и зайти? Попробуй. Давай, попробуй. Давай, давай. Я пока про быстрый поток немножко. Быстрый поток – это быстрые деньги. Деньги на каждый день. То есть он создан для коротких свободных денег. То есть если у вас есть короткие свободные деньги, вы берете и пропускаете через быстрый поток, и получаете от 5 до 20% дохода. И на данный момент в быстром потоке можно тоже запускать различные стратегии. В быстром потоке можно запускать стратегии перелива всевозможных. Можно в быстром потоке открывать непосредственно… У меня, Андрей, сейчас нормально? Сейчас момент, пока нет. Пока загружается. Пока загружается. В быстром потоке можно запускать стратегии по сложным процентам. Это самое важное. То есть деньги, запомните, дорогие друзья, деньги не в конкретном потоке, а деньги в вашем навыке запуска сложного процента. Потоки в каждом, между потоками и между платформами. Вот. И если вы научитесь этому, вы поймете, как это работает. Тогда у вас появится денег все больше и больше. Почему-то нету роман-изображения. Может, попробуй вообще перезайти в… Да, сейчас я выключу телеграмму. Да, возможно, с телефона попробуй. Телефон, я думаю, потянет. Ну, я с телефона пользуюсь. Давай сейчас сделаю. Попробуй еще раз. Ну, перезагрузи. Вот. Поэтому быстрый поток для самых коротких свободных денег. Поэтому, дорогие друзья, это очень хороший поток. Его вообще все быстро понимают. По нему, честно сказать, вопросов, ну, меньше всего. С него многие новички начинают, потому что там все понятно. Табличка, доходность, вложил, забрал. То есть все очень просто. Поэтому, дорогие друзья, это один из потоков, которые любимчику новичков. Но по сравнению… Пока не вижу, не включается почему-то. Пока возможно, что… Модем перезагрузи интернет. Может быть, что-то с интернетом. Вот. По быстрому потоку очень важно понимание, что вы можете деньги получать каждый день. То есть, одно дело, получили там, допустим, какие-то свободные деньги, они просто будут лежать весь месяц, пока их не потратите, да? А другое дело, берете эти деньги, пропускаете через быстрый поток, и каждый день он вам дает столько, в принципе, сколько и надо на жизнь. Зато еще от 5 до 20% больше, да? То есть на ровном месте, просто на ровном месте. И поэтому, говорю, быстрый поток – поток – это тоже один из любимчиков. Да, вот растущий, быстрый. Стартовый еще многие там пыхтят, что-то понять не могут, но надо стартовый обязательно открывать. Если вы стартовый не будете открывать, тогда вы неправильные действия будете делать в других потоках, в том числе и в растущем потоке. Поэтому, дорогие друзья, вот этот момент, он реально очень важный, да? Запускать все потоки. Тогда у вас будут комплексные, правильные знания, которые вы сможете приобрести здесь, в нашей системе. Ведь у нас не коммерческий проект, у нас касса взаимопомощи, и причем она носит образовательный характер. Это социально-образовательно-финансовый проект, который дает вам возможность не только иметь свободный, как бы иметь пассивный доход, но и обучиться, и абсолютно бесплатно. Вот этот момент, он очень важный. Здесь нету каких-то там инфобизнесменов, которые вам там за деньги продают какие-то знания. Здесь все знания в командах абсолютно бесплатно. Но если вдруг у нас сейчас появился анонс, что у нас появится академия в рамках всего сообщества, официальной академии Дмитрия Васадина, то там, возможно, обучение будет платным, да? И я думаю, что оно будет весьма полезным для вас. Поэтому те, кто захочет, во, шикарно все получилось, великолепно. Пришлось перезагрузить телефон. Во, великолепно все видно, все перезагрузилось. Поэтому переходим, давай, уже к накопительному потоку. Про быстрее я немножко уже рассказал, дополнил тебя. Поэтому давай переходи к накопительному потоку. Накопительный поток – это, скажем так, у нас участники его называют как пенсионный фонд, потому что он работает 3 года, 5 лет, 7 лет и более. То есть вы его пополняете на фиктированную сумму, ну, не на фиктированную, на любую сумму, от 1000 рублей, допустим, на 3 года. 3 года выплачиваете каждый месяц по 1000 рублей. И через 3 года получаете с этого потока каждый месяц по 5000 рублей в течение 3 лет. Если вы выберете срок 5 лет, тогда будете получать, грубо говоря, 1000 в насилие 8 лет подряд. На следующие 8 лет вы будете получать уже не 1000, а, вернее, в следующие 5 лет, говорю, вы будете получать 8000 рублей. Опять же-таки, внесение обязательно нужно будет, не забыть, подтянуть нашу криптовалюту e-carrency. По накопительному потоку, это очень интересный поток, который наши участники по-разному называют. Деньги на будущее, пенсионный фонд, фонд совершеннолетия. Накопительный поток, он так устроен, что есть период накопления, а есть период выплат. И вы сами регулируете. То есть вообще у нас в сообществе все самостоятельно делается. То есть вы сами хозяин своего кабинета, вы сам себе директор, вы сам себе бухгалтер, сам себе финансист. И то, как вы управляете вашим кабинетом, развиваете, вот так и будет развиваться ваш пассивный доход. Все от вас зависит абсолютно. Знания мы даем, все даем, а вот инициатива и желание разобраться, это уже зависит полностью от вас. Накопительный поток – это один из самых высокодоходных потоков, но в то же время он самый долгосрочный. То есть чтобы начать получать уже с него, надо как минимум период 3 года. А вообще там стратегии от 3 до 25 лет. То есть можно выстроить себе большой прекрасный поток денег из будущего, можно сказать так, либо деньги на будущее, создать в будущем себе источники дохода. И это очень важный момент, позабочиться сегодня о своем завтра. Да, все верно, Андрей. Ведь деньги нам понадобятся в будущем, так же, как и сейчас. Вряд ли есть тенденции, чтобы у нас пропали деньги из обихода. Да, их навряд ли отменят, поэтому нам надо об этом позаботиться. Следующий поток – поток удачи, либо наша беспроигрышная лотерея. Вот, Роман, расскажи, пожалуйста, какие возможности есть? Вот когда я пришел в сообщество, такой халявы не было, скажу честно. Алло? Алло. Так, ну тогда давайте я сейчас… Ты пропал просто куда-то. Давай, беспроигрышная лотерея. Да, у нас есть беспроигрышная лотерея. Она работает 5 из 32 чисел. Есть три вида этих лотереек. За 100 рублей и джекпот у нее 300 тысяч. За 500 рублей и джекпот 500 тысяч. И за 1000 рублей и джекпот 1 миллион рублей. То есть можно купить одну лотерейку за 1000 рублей. И если вам крупно повезет, вы станете миллионером. И причем джекпоты у нас срывают довольно-таки часто. На всех площадках. Вот. И если вдруг выигрывает лотерейка, не зря она называется беспроигрышная, потому что вы угадываете, купив лотерейку, должны заполнить 5 чисел. И если срабатывает одно число только в вашей лотерейке, она дублируется на следующий розыгрыш. Не удаляется, не аннулируется. Она продолжает работать, действовать. И как только вы выиграете, вы угадаете минимум 2 числа, тогда билет считается сыгранным. И тогда вы гарантированно получаете свой доход. И чем больше чисел вы угадаете, соответственно, если угадаете 5 чисел, то выиграете джекпот. Вот. За последний год, наверное, джекпотов у нас сорвано больше, чем 25, наверное, где-то. Последние только на испанской площадке у нас были сорваны 2 джекпота за последнюю только неделю. Поэтому это вот такой очень интересный момент, то, что те, кто играет в лотерею, могут проснуться миллионерами прям сразу, да? Вот поэтому чего играться и вам желаю. Многие, вот я с многими людьми общаюсь, да? И у меня очень большой круг общения. И, как правило, я встречаю, допустим, вот такое отношение. Нет, я в азартные игры не играю, я не везунчик. А какого ты хрена взял, что ты не везунчик? Это первый вопрос, да? Кто или что заставило тебя поверить, что ты по образу и подобию Бога какого-то хрена не везунчик? Понимаете меня? А я вам сейчас расскажу, что заставило поверить. Та лохотронская лотерея, которую вы покупаете на улице где-нибудь, вот она заставила вас поверить. Потому что шансов там нету. Она проигрышная лотерея. Понимаете, как минимум, да? Вот, поэтому вам эта формулировка в вашей голове невыгодна. Поэтому, если вы хотите жить другой, более лучшей жизнью, убирайте этот мусор со своей головы и играйте в беспроигрышную лотерею в своём кабинете. И у вас будет всё очень хорошо. И с каждым разом вы будете утверждаться, вау, я везунчик, мне сегодня везёт. Вау, как круто, круто, круто. И вам в жизни начнёт ещё больше жизнь сама подкидывать. Потому что вся эта жизнь — это переплетение вот этих волн наших от людей, которые начинают притягивать к себе соответствующие возможности, людей, события и так далее. Поэтому всё зависит от нас. По вере вашей вам и будет дано, как говорится. Верите, что не везунчик? Мотивирующая лотерейка. Да, очень мотивирующая. А в ней очень большая психология. Это не просто так вот в лотерейку поиграть. Это заставить, как и в стартовом потоке, заставить научить вас думать по-инвесторски, так и лотерейка заставить вас поверить в то, что вы везунчик. И когда вы действительно поверите в это, вам в этой жизни начнёт везти. Даже если вы будете выигрывать три числа, четыре, два, неважно. Но это тренажёр. Поэтому у меня всегда во всех кабинетах, во всех платформах есть лотереи. Потому что я понимаю, что это тренажёр, как стартовый поток. Это такой же поток, только поток удачи. И в один прекрасный момент он бах тебя может просто вот так ошарашить, и ты можешь стать миллионером. Знаете, как стать миллионером? Даже если вы купили самый минимальный поток за 100 рублей, либо за 1 евро, за 1 фунт стерлинг, и потом вы выигрываете джекпот, вы можете этот джекпот сразу же разместить в растущий поток, и вы стали миллионером. 300 тысяч размещается в растущий поток, и всё. И вы в данный момент уже миллионер. Поэтому, дорогие друзья, услышьте меня. Лотереи должны быть всегда. Это тренажёр. В школе, в садике, в университете, в техникуме, в училище, в колледже и в прочих подобных заведениях, которых я прошёл тьма тьмущее количество раз, нигде ничего не встречал, которые учат мудрости жизни. А наш кабинет учит, учит. Я буквально за всю свою школьную, не знаю, систему, а я прошёл 5 школ. Я прошёл 5 школ. И я скажу честно, что я, наверное, на пальцах одной руки могу пересчитать тех преподавателей, которые по-настоящему от Бога были даны, которые зажигали предмет, зажигали глаза детей, и по-настоящему вселяли уверенность ребёнка в этом предмете. А все остальные люди, как правило, посредственные. А почему? Потому что профессия учителя — это недооценённая профессия. Как он может людям с искоркой в глазах говорить о своём предмете, когда он полуголодный учитель, когда у него проблемы дома. Он думает о половине мозга, думает об этом проблемы. Поэтому профессия учителя, конечно, очень у нас недооценённая. Но, слава Богу, мы зашли сейчас в информационный век, и можно даже получать дома удалённое образование любого даже университета в этом мире. Представляете, дорогие друзья? То есть сейчас спокойно можно, сидя дома в своём, не знаю, кресле за компьютером столом, получить диплом Гарварда Оксфорда. Кого хочешь, лишь бы деньги были. А деньги есть у наших кабинетов. Поэтому берите и реализовывайте самые смелые свои мечты. Ну что, мы сейчас рассказали немножко про потоки. Давайте подытожим. Первый поток стартовый, ускоренный стартовый. Ну, премиальный, ладно, не будем пока перечитать. Вы все поймёте, что это такое, попозже немножко. Дальше мы сказали про растущий, быстрый, супербыстрый. Дальше накопительный. И вот рейд. Семь. Семь вариантов потоков есть в кабинете. Сейчас уже восемь. Это как премиальный стартовый. Так ещё и прикол в том, что премиальный стартовый разделяется опять на два. Там есть ускоренный премиальный стартовый и обычный премиальный стартовый. Поэтому там ребус увеличивается. То есть входные данные увеличиваются. Поэтому шансов и возможностей у вас, друзья мои, запускать сложный процент инструментов увеличивается. То есть сейчас, по сути, у нас не семь даже потоков в кабинете, а девять потоков в кабинете. Представляете? Да, это вообще. То есть девять потоков в кабинете. У нас сейчас шесть площадок международных. Шесть, да? Вот. Представляете, какой у нас тут финансовый квест. У нас тут такой финансовый квест, что я иногда сажусь вот так, понимаю, что мне надо сразу в девяти сайтах у меня что-то происходит. И мне надо понять, как... То есть каждый день понять, как сделать оптимально для того, чтобы решить все задачки. И жизненные задачки, и задачки в кабинете, и успеть где-то на акцию, и сделать еще там что-то. Очень много входных данных приходит в мозг, и сразу же вы начинаете становиться как бы жонглером пассивного дохода, вашего пассивного дохода. И вы это делаете своими руками, с помощью лидера в том числе, который является вашими консультантами. И вот это очень-очень интересно. Тот, кто же еще не имеет доступа к кабинету, обязательно регистрируйтесь, берите ссылочку у вас, пригласите для того человека, который дал вам эту информацию. Если у вас его нет, можете писать роману. Это прекрасный будущий лидер. Ему осталось там всего ничего. Он по всем параметрам уже сдал мне весь экзамен. Ему осталось там буквально один штришочек, и вы увидите скоро поздравления к роману. Поэтому пишите ему в личное сообщение. Он потрясающе реально разобрался. Не просто он так мультимиллионер уже в своих потоках. И да, если бы он не разобрался, он бы не был бы мультимиллионером. Поверьте мне, да? Тут надо разобраться, прежде чем понять, какую стратегию выстоять. И он очень грамотно рассказывает и обучает свою команду. Поэтому, дорогие друзья, все, у кого еще нет пригласителя, пишем роману и обязательно входите в его команду. Дальше. У нас еще есть список, который бот раскидывает. Там есть лидеры и консультанты. Можете писать любому, выбирать себе лидера по душе. Это очень важно на начальном этапе пути. Поехали дальше. Кроме потоков, у нас еще есть две потрясающие возможности. У нас есть большой рекламный бюджет, который распределяется через реферальную программу. Сейчас вот Роман расскажет подробненько про реферальную программу и о том, как можно ей реально пользоваться для того, чтобы менять свою жизнь к лучшему, даже если вы на нуле, или вы в минусе, или в долгах. Ничего страшного. У нас много людей, которые уже вышли в долгу. Роман, расскажи, пожалуйста, про реферальную. Да, конечно. Несмотря на то, что в нашем фонде не нужно никого приглашать, у нас нет обязательных приглашений. Это, кстати, одна из причин, почему я стал участником этого сообщества. Но если же вдруг хочется с кем-то поделиться этой информацией замечательной, то за приглашенных людей фонд дает премию вознаграждения. И за каждого приглашенного, кто, например, запустил стартовый поток, вы получаете 3% начислений. С ускоренного стартового потока тоже получаете 3% начислений. С растущего и накопительного потока 7% начислений. С быстрого стартового потока вы получаете плюс 1 день к быстрому потоку, который запустил ваш приглашенный человек. Допустим, у вас есть поток на 3 тысячи и на 10 тысяч. Вы рассказали о проекте двум людям. И они решили, один решил запустить на 3 тысячи, а другой решил запустить на 10 тысяч. И вот к вашему быстрому потоку добавится плюс 1 день начислений и к 3, и к 10 тысячам. Если же двое решат запустить на 10 тысяч, то, соответственно, к этому быстрому потоку вам добавится плюс 2 дня начислений. Это тоже очень круто. И, соответственно, если ваши приглашенные покупают лотерейки, то с них вы получаете 10%. Вот такая вот замечательная система. Супербыстрые потоки. С них вы получаете 3% с первого потока, который создаст ваш приглашенный человек. И также и забыл сказать, что с быстрых потоков только один раз на каждый поток вы получите плюс 1 день. В дальнейшем уже, если человек продолжает, как только быстрый поток закончился, он его запускает заново, то здесь уже никаких плюсов или начислений не будет. Грубо говоря, одним предложением про реферальную программу можно сказать так, что в зависимости от потока, открытым вашим приглашенным, вы как пригласитель получаете от 2 до 10% в зависимости от потока. Дальше уже разбирайтесь сами в своем кабинете. Есть вкладочка прекрасная, вознаграждение за развитие проекта, поэтому очень важно, чтобы кабинет был, потому что у вас будет доступ к информации, и вы можете сесть, почитать и разобраться. Это дорогого стоит. Поэтому регистрация ни к чему не обязывает, зато у вас будет такая шпаргалка, где вы можете почитать, полистать, подумать. Пишет для размышлений, это очень важный момент. Поэтому от 2 до 10% спокойно есть реферальная программа. И у нас есть люди, которые пришли в долгах, в нулях абсолютно, да. И с помощью реферальной программы раскрутили все потоки и стали тоже миллионерами. Вот, поэтому вообще проблем нет. Тут было бы желание, как говорится. Настолько достойный продукт, настолько достойное сообщество, что про него не рассказывать. Многие просто не могут. Они сами себя продают. Есть еще лидерский бонус. Расскажи, пожалуйста, Роман. Сам статус лидера присваивается участнику, когда он пригласит активных рефералов 10 человек. То есть это те участники, которые запустят свои потоки. И с них уже дополнительно вы будете получать от 1 до 5%. Так проще сказать, Андрей, не вдаваясь в подробности. Да, конечно. Это да. Поэтому лидерам становиться выгодно, лидерам становиться нужно. Но я, Андрей, тебе, наверное, проще будет рассказать, так как я еще не лидер, я не могу понять всей этой глубины. Глубина очень простая. Тот, кто хочет чего-то больше в этой жизни, тот может заявиться на лидерство. Вот, 10 человек, если у вас есть в вашей первой линии, то вы можете подать заявку лидеру, пройти соответствующее обучение, сдать экзамен и у топ-лидера непосредственно аттестоваться у топ-лидера и стать лидером. Что дается лидеру? Лидеру дается глубина по лидерским ячейкам, я иногда их называю матрешкам, да. Вот лидер, он развивается как матрешки, вот так вот. Каждая глубина, она внутри получается, каждый следующий лидер, он внутри другого находится. И таким вот образом до седьмого уровня лидер получает лидерские структурные бонусы, а внутри своей ячейки, где он консультант, он получает до бесконечности, потому что он консультант этой ячейки. И даже если у меня там будет сотый уровень, хоть тысячный, я все это все равно, человек будет в моей ячейке, я буду консультировать его, потому что он как бы является, он видит меня в кабинете как лидером консультанта и, соответственно, я его консультирую. Вот, это что касается лидерские позиции, и они очень важны. Многие, многие лидеры нашей команды в том числе уже по многим потокам, смотрю, там реферальные за два миллиона перевалило, где-то уже к трем подходят, представляете, да? Это вот, это суть кассы взаимопомощи, потому что с миру по нитке голому рубашка, понимаете, да? Вот это вот, люди забыли, что такое с энергией объединения, но наши предки раньше, они умели объединяться. Именно поэтому вы сейчас, и я в том числе, имеете честь и возможность ходить по этой Матушке-Земле, потому что ваши предки, мои предки умели объединяться и доверять друг другу. Только поэтому они выжили, просто физически выжили, да? Если бы они этого не умели делать, то они, к сожалению, бы уже не выжили, нас бы с вами просто бы тупо здесь не было. Наши предки жили совершенно по другим законам уже даже где-то буквально сто лет назад, были совершенно другие ценности у людей. Это сейчас капиталистическая система создала такую как бы веру, что человек человеку волк, не доверяй, ходите только в банк ко мне, да, и так далее. То есть везде это пропагандируется, да? И люди стали даже не знать, как зовут там своего соседа по площадке, вот, не здороваются друг с другом и так далее. Вы это видите в больших городах каждый день, вот. А раньше жили в основном не в больших городах, это раса, и люди помогали друг другу. Вот, допустим, я много ездил и по России, и как-то, говорю, заехал в сибирскую деревню, и мне рассказала бабушка о том, как жили, как рассказывала ее бабушка, как жили вот на вот этих улицах, где вот старенькие такие интересные домики с резными окошечками. Представляете, каждый, во-первых, хозяин дома заморачивался вот эти окошечки сделать резные, понимаете, я вообще, ничего же не было, никаких-то, это все вручную сделано, никакого-то там станка, там еще что-то, это все вручную красиво сделано, понимаете? Люди объединялись этой улицей, помогали даже друг другу строить дома. Создается там новая ячейка общества, семья, да? Все мужики объединились, за неделю они ставят хату, за одну неделю, 40 мужиков собрались с улицы, за одну неделю они ставят хату, дальше накрывают крышу, женщины помогают, кормят, и все вместе, всей улицей гуляют на свадьбе, понимаете? Вот так вот жили раньше наши предки. Кто сейчас так это делает? Вот скажите мне, да нету сейчас практически, если дай бог еще в каких-то деревнях еще как-то люди еще как-то хоть как-то где-то криво-косо дружат и доверяют друг другу, то в городах это вообще, как бы мы ушли от этого. Так вот, наше сообщество возвращает эту традицию, возрождает ее, потому что если вы не будете доверять другим людям, вам придется работать до гробовой доски, наверное, да? По одной простой причине, потому что только вместе можно сделать великие дела. И это Дмитрий вот, собственно, и понял, да? Чем мы отличаемся от других людей, потому что сообщество или проектов, не знаю, тем, что мы можем объединиться и сделать что-то большее, что-то более интересное. Вот. И это касса взаимопомощи. Касса взаимопомощи – это не что-то придуманное вчера, нет, это потрясающий инструмент объединения людей и создания пассивного дохода. Она существовала и до революции, и в советское время касса взаимопомощи разные были, люди объединялись и гаражные кооперативы сейчас, которые есть, до сих пор еще советские стоят, и строительные кооперативы, половина жилого фонда на постсоветском пространстве еще с советских времен стоит и так далее. Это все же строило где-то по кооперативным программам, по кооперативам, то есть люди объединялись и приходили. Поэтому, дорогие друзья, здесь же касса взаимопомощи нового поколения. Почему нового? Потому что задействованы технологии и знания нового времени. Сейчас мы о них расскажем. Это переходим к нашей финансовой инфраструктуре, дорогие друзья. Что у нас есть? Давайте в трех словах я расскажу. У нас есть потрясающая инфраструктура, которая делается очень долго и не просто для того, чтобы срубить бабло и свалить, а для того, чтобы с ней жить. Вот этот момент, он очень важный. Что у нас есть? У нас есть шесть площадок. Давай, Роман, перечислим, в каких валютах у нас есть площадки. Ну, первая – это рублевая, поток кэш. Вторая – это евро, европейская, в евро. Третья – испанская, в евро. Четвертая – польская, в их ненациональной валюте злоты. Пятая – это Кыргызстан, подключился он у нас в Сомах, ихняя валюта. И шестая – это Великобритания, в пунктах стерлингов. Вот, у нас валютная диверсификация, понимаете? И на каждой площадке уже девять потоков. Девять, у меня уже пальцев не хватает на руку, сколько потоков у нас есть возможностей, да? Так это девять потоков, а еще две возможности реферальной программы. Итого в каждом кабинете у вас одиннадцать возможностей есть. Одиннадцать, понимаете? Не просто так, что пальцев не хватает. Вот десять, да, еще вот одиннадцать возможностей. Шесть на одиннадцать – уже получается шестьдесят шесть возможностей получать доход. Представляете, друзья? И вы можете… Причем не просто доход, а диверсифицированный мультивалютный доход. Эти вещи совершенно разные, понимаете? Шестьдесят шесть возможностей получать диверсифицированный от рисков, каких-то падений валют, кризисов в какой-то конкретной стране. А вам все равно, если вы сгармонизировали все площадки, вам без разницы, что там где-то у вас. У вас даст доход другая площадка. Вот. И в этом сила нашего сообщества. И дальше площадок будет все больше, больше, больше организовываться там, где есть сильные лидерские такие структуры. Вот. И это очень важно. То есть у нашего сообщества первая инфраструктура – это касса взаимопомощи нового поколения. Шесть штук. Дальше. У нас два криптовалютно-платежных сервиса – Сберкасса и Монисторжи. Вот скажи, пожалуйста, Роман, почему у нас два, и почему они разные названия имеют? Может быть, там есть какой-то смысл? Ну, смысла глубокого, конечно, наверное, нету, но Сберкасса, она заточена на постсоветское пространство и работает с фондом «Поток кэш». А Монисторж – это более европейская зона. То есть туда входит, она работает со всеми остальными фондами, которые открываются в Европе. Все правильно. То есть Монисторж заточен под западную финансовую систему, потому что Дмитрий Васадин увидел, что после СВО наш мир финансово разделяется, потоки разделяются. И чтобы не рисковать где-то что-то, он разделил у нас потоки в том числе. Поэтому внешние заходы, выходы, они полностью… Тут одна каша, там другая каша. Но в то же время мы можем пользоваться и тем, и тем, потому что мы являемся частью сообщества. Это тоже очень круто. Дальше. У нас есть своя криптовалюта и каренси, которая только за последние несколько лет практически в сто раз подорожала, дорогие друзья. В сто, понимаете? То есть если бы вы знали об этой возможности два-три года назад и купили бы и каренси на миллион, то есть у вас сейчас практически было бы сто миллионов, представляете? Но вы были где-то в другом месте, занимались какими-то другими делами с другими людьми. Как у вас эти дела до сих пор идут или они прошли – это неважно. Сам факт, что если вы сейчас услышали эту информацию, есть смысл задержаться, задуматься и начать разбираться. И не просто так вы сейчас здесь находитесь и вы слышите эту информацию. Дальше. У нас есть облачный майнинг, с помощью которого можно тоже зарабатывать, дорогие друзья. И причем довольно хорошо наши многие участники зарабатывают, которые даже в свое время, лет пять назад, поверили в этот майнинг, вложились, даже я знаю участников, которые залезли в охрененное количество кредитов. Конечно, это неправильный инвестиционный подход, но просто они настолько поверили в этот майнинг, что прям в очень на крупную сумму залезли, прям вообще. Несколько лет, пока криптовалюта не была задействована в наших потоках, они очень, ну, было непросто им, потому что они выплачили большие кредиты. Но потом, когда криптовалюта бы взошла в оборот, и она резко стала расти, сейчас это мультимиллионеры, причем долларовые миллионеры, дорогие друзья. То есть вот что значит разношерстный инвестиционный подход, да? То есть они немножко попыхтели, но они сейчас просто мультимиллионеры. Поэтому, дорогие друзья, в нашем сообществе возможно абсолютно все, и чудеса в том числе. Идем дальше. Добавлю немножко, Андрей, можешь? Да, да. Я говорю, что когда я пришел в сообщество, якаринси стоила 18 рублей. Я помню, просыпаюсь утром, захожу, так, для интереса смотреть, а якаринси уже стоит 20 рублей. Я тебе пишу, говорю, Андрей, а что это такое? Все время, что ли, дорожает? Она будет падать? Ты говоришь, нет, Роман, все время якаринси немного дорожает. Я говорю, ну, тогда, наверное, надо покупать якаринси? Ты говоришь, конечно, надо покупать якаринси в прок и держать их. И это, кстати, твой совет. Если бы не он, если бы я не покупал тогда еще якаринси, вряд ли бы я сейчас мог бы запустить растущий поток на миллион. Потому что такая половина суммы, скажем так, я смог увеличить благодаря якаринси. Вот, а потому что ты услышал эту возможность, взял и сделал, да? Многие слышат и пропускают мимо ушей. А кто-то слышит, это называется хваткое сознание, зоркий взгляд, да? Он чух схватил эту мысль и сразу пошел делать. Вот это вот в этом, поэтому ты успешный, и ты, у тебя будет вообще все. Я думаю, через полгодика, год у тебя будет 10 миллионов спокойно в растущем, и не париться вообще не будешь. Вот, так вот, дорогие друзья, а почему криптовалюта дорожает? Почему, Роман, вот скажи. Ты понял, вот почему она дорожает? Потому что ей пользуется каждый участник нашего сообщества. Наши денежные потоки, про которые я рассказывал, устроены так, что получаем мы прибыль лишь тогда, когда подтягиваем криптовалюту якаринси. И вот представьте, сколько у нас человек, ну, много, наверное, да, Андрей? И каждый использует эту монету якаринси. И чем больше людей ее используют, задействуют, тем больше, соответственно, курсов. Все верно. У нас в сообществе несколько сотен тысяч участников, да? Мы подбираемся к первому миллиону. Вот. И якаринси дорожает, потому что все большее количество людей создают все большее количество потоков. Вот скажи, пожалуйста, вот ты пришел в сообщество, и когда ты запустил свой первый поток, ты помнишь приблизительную дату хотя бы? Это было середина ноября, наверное, вот так вот. Середина ноября? Двадцатые числа примерно. У тебя с этого момента потоков стало больше? Конечно. И я помимо того, что их стало больше, так я их еще постоянно открываю новые. Вот. Именно поэтому икаринси дорожает. Потому что у меня тоже потоков охрененно стало больше. И еще будет больше через полгода, понимаете? Все большее количество людей создает все большее количество потоков. Потому что плавненько выходит на принципиально качественно другой уровень жизни. Вот так вот. Плавненько. Как хорошо, что сейчас сделали плавненько, потому что когда я пришел, у нас очень быстро богатели люди. Ну и поэтому крышу немножко срывало. Крыша не успевала за деньгами. То есть деньги перелетали, и крышу сносило у людей. А сейчас все потихонечку, помаленечку. Крыша успевает догонять деньги. Поэтому, дорогие друзья, трансформация личности ваша неизбежна в нашем сообществе. Почему? Потому что у вас появляется свобода. А когда появляется свобода, вы тогда начнете смотреть, как ваш ментал начнет на эту свободу реагировать. А это бывает совершенно по-разному. Что же еще у нас есть в нашей финансовой инфраструктуре? Это наш блокчейн. Это вообще крутая штука. У нас блокчейн с огромной скоростью транзакций. Вы когда начнете пользоваться нашими кредитовалютно-платежными сервисами, вы это сразу же почувствуете. Моментальные переводы. Просто вот так, оп, и уже есть. Поэтому попробуйте даже это сделать. Намного даже иногда быстрее, чем в каких-то банковских даже приложениях происходит. Идем дальше. У нас есть своя нейросеть, дорогие друзья. Уже больше двух лет нейросеть стоит на страже нашего сообщества и перераспределения наших денежных потоков. Почему это важно? Потому что, первое, убрали человеческий фактор. И второе, конечно же, нейросеть следит за безопасностью работы системы. Вот это очень важный момент. И сейчас уже нам не важно, что будет в этом мире происходить. Нейросеть нам помогает сгармонизировать денежные потоки так, чтобы всем всегда денег хватало. И это мы видим каждый день. Денег хватает всем. И постепенно их становится все больше, больше, больше. У нас система так заточена и интересна. Это постоянно увеличивающийся пассивный доход. То есть система постоянно увеличивающегося пассивного дохода. Хотите вы этого, не хотите, он будет постоянно увеличиваться. Конечно, если вы будете делать правильные действия. А этому надо обучаться. Вот вкратце про инфраструктуру. Еще раз повторю. Шесть площадок. Два криптовалютных платежных сервиса собственных. Наши, представляете? Не хуже кошельков Payer. Наши криптовалюты. Причем не одна. Ну ладно, я вам пока рассказали мы с Романом про одну. Есть еще несколько криптовалют. Дальше. Но они пока не задействованы. В будущем они будут задействованы. Облачный майнинг у нас есть. Есть, соответственно, нейросеть и блокчейн. Я еще, вдобавок к этому, знаю минимум пять сайтов, которые в любой момент пять проектов могут запуститься. Да, ну главное, чтобы вы бы к этому готовы были. А для того, чтобы вы были к этому готовы, у вас должно быть много потоков и большой хороший доход. Чтобы вы были свободны и могли просто даже физически взять еще возможности какие-то другие. Поэтому, дорогие друзья, даже уже то, что мы перечислили, и этим можно пользоваться. И у многих даже мозг иногда закипает от понимания глубины возможностей. Поэтому пользуйтесь и нарабатывайте свой личный опыт. Сейчас мы расскажем и ответим на часто задаваемые вопросы. Вот многие участники у нас задают часто вопросы. И четыре часто задаваемых вопроса мы уже включили в презентацию. Первый вопрос – откуда деньги. Второе – пирамида, не пирамида. Третий – лохотрон, не лохотрон, и приглашать, не приглашать. Давайте мы вот разоберем эти четыре часто задаваемых вопроса. И на все остальные вопросы мы включим микрофоны и ответим самым терпеливым. Вот у нас на эфире 150 человек. Вот сейчас все 150 человек очень берут ручки, бумагу и записывают. Потому что первый вопрос мы будем отвечать на деньги. Откуда же деньги? Откуда сидят деньги? Рома, можешь рассказать? Я обычно рассказываю про пять источников дохода. Ты если по памяти вспомнишь, давай вспомни что-нибудь, я потом дополню. Хорошо. Ну, первый источник дохода – это от прогнозируемого роста нашей криптовалюты в дикаринсе. Так как мы уже с Андреем рассказали, криптовалюта – это растет постоянно в цене. И у фонда, соответственно, огромный капитал этой монеты в дикаринсе. И за счет них фонд очень хорошо аккумулирует всю прибыль свою. Правильно? Первый есть, еще четыре. Да. Второе – это от справедливого перераспределения денежных средств. То есть у нас деньги распределяются не по пирамидальному принципу, от низов к верху. У нас деньги распределяются между всеми участниками в равной степени. Ну, не то, что в равной степени, а по запущенным алгоритмам в личном кабинете. Если ты запустил миллион, то, соответственно, тебе по алгоритму приходит одна сумма. Если ты запустил три тысячи, то, соответственно, другая. Но у всех участников одинаковые кабинеты в нашем фонде. И у всех, соответственно, распределяется по-равному доход. По принципу одноранговой сети. Я сейчас микрофон буду выключать и субтитры буду. Одноранговая сеть, пирамида, разрушили. Нету, да? Ты говори, а я буду. Вот. И третий момент, откуда у нас деньги в фонде, это что у нас нет хозяина. Наше сообщество, оно, вернее, из фонда деньги никто не достает. То есть вся прибыль, которая получается, она остается внутри сообщества, внутри фондов. И, как я уже говорил, распределяется между участниками. А это очень жирная статья дохода. Потому что любое, скажем так, коммерческое, коммерческий проект, он создается лишь с одной целью. Это накормить хозяина проекта. И весь доход, ну, не весь доход, 70% дохода идет хозяину. Ну, 30% как в бизнесе распределяется, зарплаты и прочее. Вот. Но так как у нас нет хозяина и никуда доход не уходит, поэтому мы очень хорошо экономим. И денег в системе очень много. Все правильно. Деньги перераспределяются, идут в систему перераспределения и идут, соответственно, в ваши кабинеты. Да, представляете, да? А у всех кабинеты одинаковые. Вот. Поэтому одноранговая сеть. Мы разрушили пирамидальную систему. У нас все равны. Либо получают все, либо не получает никто. Неважно, кто ты топ-лидер, лидер, новичок или еще. Либо все, либо никто. Мы все равны. Вот в этом очень крутейшая мысль. Уловите, друзья. Четвертый источник. Четвертый источник. Наши потоки, которые дают нам доход, который мы запускаем, очень интересно устроены. Что их всегда приходится пополнять. Но приходится не потому, что так требует система, а потому что чем больше ты пополняешь потоки, чем больше ты их создаешь, тем больше ты получаешь прибыли. И, соответственно, тебе самому хочется из системы не вывести максимальное количество денег, а взять на жизнь, сколько тебе нужно, а остальное запустить и на новый поток создать. И на следующую неделю или через две недели ты выведешь уже больше, чем ты смог бы вывести до этого. То есть система устроена так, чтобы с ней жить. Вот. Это хороший источник дохода. Абсолютно верно. Это золотые слова. Да, золотые слова. Вот Роман сказал. Система запрограммирована так, чтобы с ней жить. Не для того, чтобы срубить бабло и свалить, а для того, чтобы с ней жить каждый день, каждый день. Чтобы вы не парились, откуда брать деньги. Чтобы вы не просыпались в холодном поту, потому что стучат уже к вам в дверь коллекторы и бегают кредиты, либо отжимают там вашу недвижимость, либо машину. Нет, чтобы у вас не было кассовых разрывов. Понимаете? Ведь проблема не в том, что у людей нет денег. Проблема в том, что у людей кассовые разрывы. А потом идет процесс закабаления. А это значит, что вы сложный процент в обратку запускаете, только в кредитные проценты. У вас кредит. Вы берете кредит, чтобы гасить этот кредит, и все больше эта воронка вас вниз просто затягивает. А у нас наоборот. У нас поток. Чем больше поток, тем он больше вас раскручивает, раскабаляет, и вы становитесь свободным, выскакиваете. Поэтому у нас принцип наоборот. Поэтому чтобы с ней жить. Вот этот момент, он очень классный. И пятый у нас источник дохода. Да, пятый источник дохода – это от самих участников, которые неправильно пользуются, скажем так, своим кабинетом, которые не проходят обучение, которые думают, что они все знают. Инвесторы, скажем так, те, которые пришли в наше сообщество, которые думают, что я все умею, мне ничему учиться не надо. Так как у нас, я уже говорил, что кабинеты у всех равны, и алгоритмы у всех равны, но действия у всех не равны. Кто-то делает правильные действия, а кто-то делает, ну, скажем так, глупые действия. И система Баирада тебе дать больше денег, вот она, в ладошках, скажем так, их держит. А ты вместо того, чтобы взять, отворачиваешься и там в другую сторону идешь. Ну, так как у меня команда еще небольшая, Андрей лучше расскажет про глупые действия участников, так как он их наблюдает уже долгое время. Да, Андрей? Да, это так, слава богу, мне очень радует, что их становится все меньше, меньше, да, что они приходят все более такие просветленные люди, они быстро схватывают мысли, понимают и начинают делать правильные действия, да. То есть процент этот уменьшается и хорошо, по крайней мере в моей команде, я не знаю, как в других командах, как бы, но в моей команде этот процент уменьшается, да, вот, потому что люди все-таки, я, потому что призываю учиться и иногда заставляю учиться, вот, и люди начинают учиться, становятся грамотными и начинают делать реально правильные, крутейшие действия. От этого денег у них становится просто больше. Поэтому любое неэффективное, неправильное поведение участнику – это экономия денег в системе, да. Это, ну, спасибо, конечно, но система не заточена, как бы, чтобы вы экономили, да, она заточена, чтобы вы этот квест прошли, да, либо ребус этот финанс вы решили, да, и свой мозг потренировали. Поэтому система хочет вам дать, берите, поэтому все дальше зависит от вас самих. Те, кто быстро схватывают, быстро возьмут, кто медленно, попозже возьмут, но попозже немножко, когда научатся. Поэтому вот только пять источников дохода мы рассказали, и они очень крутые, жирные, принципиально другого плана, чем во внешнем мире, да. Я только еще знаю два жирных источника дохода, но это не тема для презентации. Вот, а что, может, я еще не знаю, поэтому это вообще, мне кажется, отдельно, да. То, что я заметил, да, Андрей? Да, да, дорогие друзья, здесь денег полно. Но не хватает, знаете, чего не хватает? Единомышленников не хватает. Поэтому мы идем от сердца к сердцу, от человека к человеку, очень медленно идем. Вы не увидите нашей какой-то там рекламы ни у Гугла, ни у Яндекса. Мы вот так вот живем по-человечески, вот так вот идем от человека к человеку. Где-то через онлайн вы что-то увидите, услышите. Где-то через оффлайн, где-то по знакомым. И вот медленно-медленно, но очень уверенно идем. Уже 11,5 лет. Поэтому, дорогие друзья, вот этот момент, он очень важный. Понимание, что денег здесь много. А вот сообществу нужны единомышленники. Единомышленники, которые хотят жить свободной жизнью. Мы ищем людей, которые мечтают быть свободными. Вот это наши единомышленники. И которые готовы немножко поучиться, чуть-чуть, буквально один месяцок, поучиться плотненько, а потом там чуть-чуть немножко дотачивать все эти знания. Я думаю, что... Вот, Роман, у тебя же высшая есть, да? Я думаю, обучение в нашем командном чате не сложнее было какой-нибудь сессии, которую ты сдавал, да? У нас еще так интересно обучение устроено, как в игровой форме. Мы просто только на этапе завода и вывода денег уже учимся тому, как купить криптовалюту, как продать криптовалюту, какой обменник подобрать, где курс более выгодный. Я сейчас все это... Ну, пройдя все это, для меня уже как темечки пощелкать. Купить там, вывезти, еще что-то сделать с карты на карту. Ну, в общем, это все настолько просто. Но я себя вспоминаю год назад. Для меня биткоин, слово, это что-то на инопланетном было. Вот я примерно представлял, что есть какая-то криптовалюта. Ну, где ее взять? Для чего она нужна? Как крип... Чего это такое? Ну, и для большинства людей это дремучий лес. И когда я вот, например, клиентам рассказываю, они говорят, да что там такое? Что это там ты икаренький, про который ты все время в статусе высказываешь? Я говорю, это наша криптовалюта-то общество. Криптовалюта? Я говорю, да нужно всего лишь. Действительно. Вот я проходил обучение месяц, как ты сказал. Я углубленно во все вникал, читал, слушал, записывал. И после этого все просто. Просто нужно вникнуть. Один месяц, и ваша жизнь может измениться. Это стоит того. Люди тратят пять лет университета. У меня два высших. Я сейчас вспоминаю, боже мой, если бы я тогда знал. Столько лет потеряно, просто в унитаз смыто. Поэтому, дорогие друзья, если вы слышите эту возможность, берите и пробуйте. Следующий вопрос, на который мы ответим, это пирамида, не пирамида. Ай-яй-яй, очередной пирамидос, как говорят всевидящие. Эксперты в пирамидосах, оказывается. У нас есть такие эксперты. Давай расскажем про нашу систему еще раз. Какая у нас система, и что такое пирамида, и как она устроена? Ну, как уже до этого говорили, пирамида – это когда низы кормят верхи. У нас одноранговая система, и у нас все равны участники между собой. Либо получают все, либо не получает никто. И за счет того, что, скажем так, мы создаем все больше новых потоков, новые участники приходят на три, на пять тысяч. Ну, проверить, как система работает. Десять – простущий, пять – на стартовый, три – на быстрый поток положили. Ну, как и я тоже сделал 10 месяцев назад. И смотрим, как система работает. Те, кто вникают, они уже начинают делать более крупные депозиты. Запускать более крупные потоки. То есть, как я, например, запустил на миллион. Получается, что в нашей системе старые участники, наоборот, кормят новых участников, которые приходят и маленькими-маленькими суммами тестируют. Некоторые даже и продолжают, наверное, спустя год тестировать, полгода тестировать. А кто-то быстро вникает и разбирается в этом во всем. Давайте пример приведу. Интересно. Сейчас у меня образ возник. Вот я вам всегда рассказывал, что представьте, что идем в поход. Так вот, представьте, что сообщество, одна группа пошла в поход. Допустим, вы работаете на какую-то частную компанию, и вот все пошли в поход. И там главные инженеры, и бухгалтер, и генеральный директор. И все идут, в рюкзаке у себя несут что-то физически, что могут. Туда не проехать, не пройти, туда только ножками протопаешь. Все, вот что принесут, то и будут кушать. Что там поймают еще на месте. Все, пришли наконец-то, шли там 10 километров, допустим, в гору, там до горного озера. Пришли, разбили лагерь, мне палатки поставили, большой костер, чан большой несли. Вот чан такой, это и туда большой суп. Сложились, кто-то макароны дал, кто-то дал картошку нес, кто-то воды чистой, там еще. И сложились, сварили хороший суп. И сидят, вот кушают все, да? Кто там мужчинам добавки, кто там побольше нес, там физической нагрузки, там и так далее, да? И тут из леса выходит новичок-оборванец, голодный, зашаренный, подранный, такой весь замерзший. Вот такой выходит, ему говорят, ты что такое? Он говорит, он из кармана доширак достает такой. Я вот тут вот, вот давайте я тоже вам лепту внесу в ваш котел. Он говорит, да садись ты, давай мы тебя накормим спокойно. Давай, вот тебе тарелочка супа покушай, погрейся у нашего костра, понимаете, да? Так вот такой же новичок приходит в наше сообщество. Мы уже сидим, у нас уже костер, мы уже все сытые, понимаете? Мы уже только что поели, потому что мы это несли все вместе, дружненько. И тут приходит новичок такой с проблемами, с кредитами, с нулями, еще с какими-то вопросами, да? Когда есть, приходят такие профессиональные ребята, такие профессиональные туристы, такие все в фирменной одежде, такие все. Есть такие, приходят такие, щук и лов, говорят, у нас тут тоже кое-что есть. Мы сейчас вам чуть-чуть тоже там что-то дадим к столу десерти какой-нибудь, да? Есть и такие, но по большей части это вот так же, как мы все приходили в самом начале. Вот, поэтому, дорогие друзья, наша система кормит новичков, пока они не врубятся, куда они попали. А потом они сами себя кормить начинают, потому что они делают правильные действия в нашей системе и становятся грамотными участниками, полноценными участниками. Он тогда поел, он немножко встрепенулся, у него крылья за спиной, он говорит тогда, а пойдем, помогу рыбу поймать какому-то из нашим участникам. Пошли там, наловили рыбки, уже вдвоем рыбку принесли к следующему супу. И такие, о, уже он становится полноценным участником вот этого как бы походного сообщества, да? И вот так потихонечку вливается в коллектив. Поэтому так и здесь, только у нас, я примитивно рассказал, у нас несколько сотен тысяч в разных странах, международное, огромное сообщество свободных людей. Те люди, которые хотят жить другой немножко жизнью, не той, которая заставляет жить их система мировая, финансовая. И тот город, та страна, неважно в какой стране вы живете, везде сейчас все одинаково. Люди везде живут не так уж, как хотелось бы жить, не так, как заточена эта планета. Вот, поэтому в Африке там с голоду пухнут, в Азии там свои проблемы, на Ближнем Востоке свои проблемы, у нас где-то свои вопросы, да? В Европе там свой, в Штатах там свое. Везде у каких-то это свои какие-то вопросы. Это было, есть и будет. Но наша задача — это найти единомышленников, которым интересно эта мысль и идея. Кому не интересно, топайте, пожалуйста, на работу, делайте дальше, занимайтесь тем, чем занимайтесь. Кому интересно жить как-то по-другому. Кто-то хочет чувствовать, что как-то вот чего-то не хватает в этой жизни. Я бы хотел вот это, но, но вот это, вот это, вот это, но убираем, и это но исчезает, потому что у тебя появляются возможности. Потому что мы живем в денежной системе, эта игра под названием деньги, она высокоинтеллектуальная игра. Если я раньше говорил, это интеллектуальная игра, то я был не прав. Это высокоинтеллектуальная игра. Именно поэтому люди, которые, ну, не способны чуть глубже свой интеллект развить, им сложно очень в нее играть. Поэтому эти люди всегда будут бедными по своей сути. Поэтому эта система нас учит, как объединяться и не быть бедными. Поэтому, дорогие друзья, я думаю, что вы разберетесь, и все у вас будет очень хорошо. Для этого надо, конечно, зарегистрироваться. Обращайтесь к вашему пригласителю и регистрируйтесь. Либо вот Роман вот рядом здесь сидит со мной, обязательно постучитесь к нему в личку и заходите в команду. Либо любого лидера. Да, я все расскажу. Да, Роман все расскажет, он прекрасно обучился. Уже вот чуть-чуть, немножко в ноябре уже Романа будет год, как он в сообществе. И те результаты, которые он достиг, ну, всем бы таких результатов, скажу честно. Вот реально всем бы таких результатов, и вы все бы, там, через год уже у вас было очень все хорошо. Вы бы просто кардинально жили бы, ну, другой жизнь. Поэтому всем бы такой смелости, такой углубленного разбираться, как разобрался Роман. Вот, и у всех было бы все очень хорошо. Так, ну что, следующий вопрос. Лохотрон, не лохотрон? А, это лохотрон. Ответь, пожалуйста, на этот вопрос, Роман. А, это же опять секта, лохотронцы, лохотронщики собрались. И таких людей очень много, потому что эти люди мыслят ярлыками. У них нет своего опыта, нет своего, скажем так, мнения. Да, откуда бы оно взялось, если только, скажем так, читать комментарии. Чтобы понять, лохотрон, пирамида или еще что-то, наш проект, нужно в нем поучаствовать. Нужно хотя бы создать один поток на минимальную сумму. Проклацать, грубо говоря, нажимать кнопочку начислить, вывести эти деньги себе на карту, ходить купить что-нибудь, то, что всегда хотелось. И когда ты поймешь, что деньги легко завести, деньги легко вывести, система работает, познакомишься с участниками, которые здесь не первый год, есть участники, которые, как Андрей, и по 6, и по 7, и по 10 лет здесь есть участники. И все они здесь уже давно, и все у них получается, все, система работает, то у тебя сразу отпадет ответ на твой же заданный вопрос. Лохотрон это или не лохотрон? Только так, только своим опытом. Что бы я ни говорил, как бы я ни убеждал, если самому в системе не разобраться, ты ничего не поймешь. Абсолютно верно. Поэтому нарабатываем свой личный опыт, тестируем. И дальше смотрим, надо, не надо, не надо. Пошли дальше заниматься своими делами. Надо, берем, разбираемся, внедряем это в свою жизнь как элемент. Ну вот люди идут, картошку копают. Вот вы же не руками копаете лунку, а лопатой. Значит, кто-то взял, протестировал лопату и внедрил ее в свой обиход. Понимаете, да? Граблями проще собирать. Не полкой выбивать, выгабривать. Да. Граблями проще собирать листву. А не опять, не руками, не лопатой листву собирать, да? Метлой проще подметать. Почему? Почему кто-то внедрил это в жизнь? Потому что попробовал, удобно, удобно, беру с собой, по жизни причем. Понимаете? По жизни беру с собой. Значит, всю жизнь, если надо подмести, берем метлу, а не лопату. Понимаете? Так и же здесь. Если этот инструмент в виде кассы взаимопомощи интересен, удобно с ним жить, так что бы же не жить-то? Берем, живем, внедряем это в свою жизнь. Да? Понимаете? Да? А без вашего личного опыта никак выжить. Надо подмести немножко, тогда поймете, что метелка для этих целей. Пограбить надо вот так вот пограблями помахать. В школе все листья собирали под деревья. Так чу-чу-чу. Да? Помните, да? Такой пример интересный родился, Андрей. Стоишь в детству, гребешь лопатой. Гребешь, гребешь. А тебе подходит другой человек, да зачем ты лопатой? Возьми грабли. А ты им, да что ты мне рассказываешь, какие грабли? Я всю жизнь лопатой греб, и все у меня получает замечательно. Иди ты сам со своими граблями греби. Вот. Грабли – это лохатрон. Да, да, грабли – это лохатрон. Пока ты сам не попробуешь, для тебя все будет лохатрон. Абсолютно верно. Поэтому, дорогие друзья, это цель, кстати, жизни – наработать как можно больше вашего жизненного опыта. Понимаете? Это цель жизни. Да это не даже в рамках кассы взаимопомощи. Это вообще цель, глобальная цель жизни – наработать опыт. Чем больше опыта, тем вы более крутым по жизни будете. Идем дальше. Следующий вопрос. Приглашать, не приглашать. Ой, говорят многие. Вы существуете, пока новички приходят? Да. А как будто они видят статистику прихода новичков вообще, да? Да. И я тот участник, который пришел в проект этот, потому что здесь никого не надо приглашать. Никого не надо тянуть. Чтобы твой кабинет работал и, скажем так, начислял тебе твою прибыль, не нужно никого приглашать. Это, кстати, стало решающим моментом, почему я стал участником. Потому что я не любитель, скажем так, кого-то тянуть. Я, кстати, ни в каких сетевых, ни маркетингах никогда не участвовал. И вообще проекты в интернете, которые были, они всегда входили меня стороной. Потому что база всех проектов – это приведи друга. Если ты не привел друга, соответственно, ты ничего и не получишь. У нас совершенно другая система. Мы сюда приводим не для того, чтобы что-то получить, а для того, чтобы что-то дать. Тем, кому я рассказываю об этом проекте, я хочу просто помочь. Я узнал, я протестировал, я получил результат, и я хочу этим результатом поделиться. И я поделился. У меня очень... Те, кто за мной пошел, мне очень благодарны сейчас. И также и клиенты, и родственники. Но я это все сделал не ради того, чтобы затащить и что-то там получить с этого человека. Я это сделал для того, чтобы этому человеку помочь изменить свою жизнь. И сейчас вот мы с Андреем ведем эфир. У нас нет цели там затащить вас куда-то. Не интересно. Действительно. Вы отключайтесь, идите дальше, работайте. Все в жизни будет хорошо. Как сейчас же хорошо в жизни все? Вот. У нас уже и так все хорошо, поймите. У нас все хорошо. В наших кабинетах все великолепно. А в голове понимание есть, как этим кабинетом пользоваться. Понимаете? И не одним, а шестью кабинетами. Понимаете? И общим площадкой. У нас и так уже все хорошо. А хорошо ли у вас, это вам решать. Поэтому у нас свободное сообщество. Хотите, присоединяйтесь. Не хотите, идите, занимайтесь своим делом. Поэтому вот этот вопрос о том, что пока там новички, типа, кормят старичков. Это не так. Так что если у нас старички кормят новичков, и честно сказать, процент там какой-нибудь новичков, там пять придет, они там пока раздуплятся, это проходит год-полгода, там, а кто-то еще дольше будут подтупливать, вот, кто-то быстрее, кто-то медленнее. Поэтому на данный момент, на данный момент у нас касса взаимопомощи, которая помогает прежде всего, она заточена, чтобы обеспечить социальный минимум, для того, чтобы вы не парились, откуда взять деньги. Именно поэтому, как бы, пирамидную систему у нас не работает, мы ее разрушили. Хотя вы в ней живете, и я тоже, мы вынуждены в ней жить. Возьмите один доллар, ну возьмите его, переверните, там пирамида нарисована. Возьмите его себе в карман, чтобы никогда об этом не забывать, что вы живете в пирамидальной системе финансовой. Причем, вот, кто не знает это, конечно же, смотрим базовые фильмы «Деньги. Пирамида долгов». Дальше хороший мультфильм, запишите «История Фабиана» либо «Хочу весь мир плюс 5%». Это за 40 минут вы увидите, как создавалась мировая финансовая система. Вот, мультик для взрослых, думающих взрослых, либо способных думать взрослых. Вот, а вы же не знаете, что ж так хреновенько-то живется-то, потому что вы живете в той системе, в которой даже не представляете, как она создавалась, и даже историю не знаете, как она создавалась, и по каким принципам она работает. То есть, чтобы в игре себя чувствовать довольно хорошо, надо знать, первое, правила игры. Второе, надо знать карту местности. И третье, у вас должна быть стратегия, как идти по этой карте местности. Вы должны понимать, что надо делать дальше, у вас знание должно быть. Если вы этих трех вещей не знаете, вы, как котенок с завязанными глазами, пытаетесь нащупать счастье в этой жизни. А то что-то пытаясь... Бум, туда что-то не хватает, там что-то еще чего-то не хватает. Вот так вот мыкаемся, мыкаемся туда-сюда. А почему? Потому что вам тупо нет времени заняться своей жизнью. А почему нет времени? Да деньги зарабатывают все. Поэтому 70% времени люди зарабатывают деньги. Представляете? Так вы что сюда, в планету эту прилетели, деньги зарабатываете? Представляете, да? Да, вообще ни хрена не получается, я бы даже так сказал. То есть прилетели на эту планету, ваша душа решила воплотиться в это тело, чтобы срубить бабло, заработать деньги. Глупость, да? Несусветная глупость, да? Вот. Нигде ни в каких священных писаниях не написано, что человек зарождается с целью заработать деньги. И это единственная и важная цель, да? Но почему-то она является ключевой целью. Бессознательно причем, да? Как важно поднять свою осознанность и понимать, в чем же смысл жизни, да? И ценности расставить, соответствующие приоритеты тоже расставить. Поэтому, дорогие друзья, мы готовы перейти к вашим вопросам. Я благодарю всех за терпение. Молодцы, 150 человек. Вы элита, вы просто элита. Вы просто элита, поэтому готовы ответить на ваши вопросы. Уважаемый администратор, если кто на связи, откройте, пожалуйста, микрофоны, если будут руки. Вот. Давайте, поднимайте, не стесняйтесь. У кого появились вопросы, ответим. У вас есть шанс, чтобы мы в течение нескольких минут ответили, да? Андрей, ну, очень хочу поздравить Романа, земляка своего. Роман, мы тебя так ждали давно. Вот здесь, спикером, просто эфир замечательный. Поздравляю, и ты вообще очень-очень большой молодец. Сейчас я посмотрю. На ваши плечи ляжет ближайшая организация встречи в Волгограде. Вот. Поэтому давайте, я думаю, все, кто с Волгограда, ребята, присоединяйтесь. Скоро у вас будет шанс познакомиться с Романом, с Надеждой, с Анной. Это прекрасные лидеры нашей команды. Лариса. 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 Добрый день. Добрый день. Добрый день. Я очень рад, что мне довелось присутствовать на этой конференции. Благодарю вас, Роман. Благодарю вас, Андрей. Я новичок-новичок, но уже зашла на несколько потоков, правда, только на одной платформе на Рублевой. У меня благодарность Васадину, что создал такой уникальный проект, проект, который для людей. Для людей, которые заслужили жить в достатке. Потому что я уже человек так немножко возрастной, скажем так. И поэтому, конечно, то пособие, которое нам выделяет наше государство, это вообще слезы. Поэтому некоторое время назад, даже еще месяца нет, я в этом проекте изучаю ваши видео. Андрей, слушаю под запись. Вникаю в голове. Это правильно. В голове революция. Потому что мы жили, наше поколение, совершенно по-другому. По-другому. Благодарю судьбу, что послала мне моего пригласителя. Она еще не лидер, но благодаря ей я здесь. И у меня вопрос такой. Вот я услышала сегодня о стартовых потоках премиум. Скажите, пожалуйста, вот если на стартовые потоки действует акция до завтрашнего дня, то на потоке премиум тоже действует какая-то акция? Или это уже введено надолго и всерьез? Благодарю. Давай, Роман. Ну, стартовый поток, это и входит в него и ускоренный стартовый поток, и премиум стартовый поток. Поэтому акция, которая у нас сейчас действует в кабинетах, она действует на любые подвиды стартового потока. То есть до завтрашнего дня? Да. А потом уже условия будут другие на поток премиум, да? А потом уже условия будут такие, как и были раньше. То есть сейчас подтяжка якоринцев увеличена в 10 раз. Да-да, я это знала. По сравнению с другими потоками. А дальше она вернется к стандартному своему проценту начислений. Все, я вас услышала. Спасибо большое. Мира, добра. И обязательно при случае Дмитрию Васадину огромное спасибо и низкий поклон за то, что он подумал и придумал такую классную систему для людей. В интернете и вообще нигде, в принципе, такого встретить нельзя. То, что есть у нас здесь. Спасибо, Лариса. Всего доброго. Спасибо. Алексей открыл микрофончик, говорите. Да, Алексей. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос. Я тоже новичок. Месяц у меня только еще подходит. Открыл себе быстрый, супер-быстрый, растущий. И сегодня я открыл европлощадку. Моего, ну, по ссылке моего пригласителя. А если у пригласителя там не открыты потоки, и она, ну, я там открыл тоже супер-быстрый. Вот. Она откроет, девушка, позже. Она уже не получит вот эту... Бонус в начислениях, вы имеете в виду? Да, да, да. Вот этот один. Да. Если у вашего пригласителя не открыт стартовый поток, ни один, вообще не один, то вы, когда откроете, вы создадите первый свой стартовый поток. И, соответственно, тогда пригласитель ничего не получит. Когда, например, ваш пригласитель откроет свой поток, и вы повторите, то это будет уже ваш второй стартовый поток. Быстрый поток, вернее, да? Быстрый, быстрый, да. Быстрый, да, я встречался. Да, да, да. Ну, тогда вам валили на него. Да, я отвечу по-другому. В каждом кабинете есть вкладочка, называется «Вознаграждение за развитие проекта». В каждом кабинете, на каждой площадке. И вот, если вы внимательно, вдумчиво, а лучше под запись вот эту вкладочку изучите, вы ответите на свой вопрос. Поэтому настоятельно вам рекомендую наизусть выучить эти две вкладочки. Первое, как создать поток и эффективно им управлять на каждой площадке. Чуть-чуть немножко там разница есть. И второе, это обязательно вознаграждение за развитие проекта. Там все написано. И каждое слово там на вес золота. Там все выверено прямо до миллиметров. Поэтому обязательно изучаем, и все у вас будет хорошо. Так, я не знаю. Время произошло, прошло мало, и поэтому у меня есть вопрос. Я его проще, ну как, не проще, а надо даже доходчивее. Потому что все же, правильно вот девушка передо мной сказала, это новая система, новая система, в которую мы сейчас вживаемся. Алексей, Алексей, не ленимся, пожалуйста. Вот вы не в моей команде, я прямо это чувствую. Вот все, кто в моей команде, у всех бы сейчас сразу закипели просто от этих слов. Не ленимся. Убираем свою лень из своей головы. Отзаводим большую толстую общую тетрадку и начинаем херачить. Реально херачить. Почему? Потому что если вы этого делать не будете, вы будете где-то что-то собирать где-то. На одной созвон пришли, одно послушали. На другой созвон, второе пришли. У вас тут дырка в знаниях, там дырка в знаниях. Вам-то всего лишь надо зайти и дисциплинированно взять тетрадочку и начать писать. Реферальная программа, двоеточие. Первый. Быстрый поток. Получаю. Если так-то, так-то, так-то. Столько процентов. Понял? Понял. Идем дальше. Вот если вы так делать будете, услышите меня, пожалуйста. У вас будет все очень хорошо. Не ленитесь, пожалуйста. Вот все, кто в моей команде, все очень грамотные. Почему? Потому что я всех вот так вот заставляю делать. Просто реально заставляю. Очень иногда жестко заставляю. Поэтому все грамотные и все богатые. А вот кто начинает лениться, у тех, как правило, в хвосте плетутся, как минимум. Поэтому вот просто от всей души моя рекомендация услышать меня и сделать, вот как я сказал. И тогда у вас будет все хорошо. Не просто так это в кабинете это есть, для того, чтобы вы могли этим пользоваться и изменять свою жизнь. И понимание, чтобы к вам пришло. Вот это. И пока вы не пропустите через тетрадочку, через ручку, понимание не придет. Когда начнете писать, у вас точка внимания, у вас сразу работает несколько вариантов памяти. Зрительная память, моторика ваших рук. Вы про себя, когда читаете, это называется внутренний голос. Внутренним голосом вы про говорение. Еще одна память. И, соответственно, вы начинаете понимать, у вас у меня несколько видов памяти. Вы начинаете понимать, и ваши нейронные связи в голове четче простраиваются. А вот когда вы уже прописали, несколько раз прочитали, и тут еще не поняли что-то, вот тут надо обратиться к вашему лидеру. И пояснить. Вот я прочитал-то вот так-то, вот так-то, а вот как это понять? Вот как понять вот это предложение? Я его 10 раз прочитал, да? 11 раз написал я его. Вот. И все равно я не понял, вот как это. Вот тогда надо обращаться уже с вопросом. Поэтому, Алексей. Ну, а знаете, добавлю, что если вы... Хочу сказать, что я ленюсь. У меня есть вопрос, я его задаю. И живу по принципу так, что всего человек знать не может. Возник вопрос, задал. Почему? Потому что в меру своей, ну как, может быть, понимания. Компетенции. Что-то. Да, компетенции. И поэтому мне не зазорно задать любой вопрос. Раз не понял, два не понял. Третий. На третий раз он доходит. Понимаете? Все, хорошо, Алексей. Давайте следующий. Кто еще хочет задать вопрос? Открыла микрофончик партнеру, наверное, из Кельна. Да, слушаю. Слушаем. Центральная кнопочка есть, так как на микрофоне. Он зачеркнутый, да. Нажмите на него, и он начнет работать. Ну, либо человек случайно задел. Так, хорошо. Еще. Роман. Так. Все, что-то пока нету, да. Хорошо. Ну что, будем заканчивать. Молодцы. Друзья, 160 человек терпеливо прослушали двухчасовую презентацию. Плюс еще с погружениями внутренними, да. Поэтому мы с Романом благодарим. Вот, Роман, давай, скажи заключительное слово. Да, очень благодарен вам, что вы выдержали. Надеюсь, эта информация оказалась для вас полезной. И вы получили из нее максимум из того, что могли получить. Свои какие-то выводы сделали правильные. Я надеюсь, что у вас все будет замечательно в жизни и с нашей системой, если вы пойдете рука об руку с ней. Все правильно. Становитесь мультимиллионерами. Для начала выходите на пассивный доход, чтобы был этот доход больше, чем ваш активный доход. И вот на этом только этапе перелома, когда ваш пассивный доход от нашей системы будет больше, чем ваш активный доход, у вас по-настоящему только все и начинается. Поэтому желаю каждому из вас дойти до этого состояния, как говорится. Всем счастливо. До новых встреч. Пока. До свидания. До новых эфиров. И не забывайте, что мы с вами творим нашу судьбу.